Татышев в парке обновят сеть пунктов проката спортивного инвентаря. На острове заработают новые павильоны-трансформеры, и в дальнейшем там откроют прокат зимнего оборудования, например, лыж и ледяна. Подробности расскажем в сюжете далее. Так, в ряд стоят четыре одинаковых павильона-трансформера. Есть закрытая часть, как вы видите, есть часть открытая. Вот такие павильоны-трансформеры в новой деревянной обшивке предоставят предпринимателям. Всего подготовят восемь сооружений. А пока они еще не заработали, мэрия объявила торги для размещения в них пунктов проката. Мы приступаем к этой процедуре. Начальная часть, это неделю, документация висит на сайте. Каждый желающий может с ней ознакомиться. Через неделю начинается сбор заявок. То есть у нас есть стартовая цена, и, соответственно, тот предприниматель, кто даст больше в рамках своего ценного предложения, тот, собственно, и получит. Изменится в этом сезоне и схема расположения объектов. Их планируют установить у информационного центра около Октябрьского моста, недалеко от парковки на восточной части острова и у Вантового моста. К концу июня в Татышев-парке появятся и совершенно новые павильоны для проката. Три штуки. А до конца года смонтируют еще четыре новых объекта. Они впоследствии заменят старые сооружения-трансформеры. К тому же они вдвое вместительны. Это позволит использовать их в течение всего года, а не только летом. Таким образом бизнесмены смогут организовать зимний прокат, например, с лыжами или коньками. Тем временем посетители уже сейчас отмечают большой выбор инвентаря. У нас здесь есть специальная группа скандинавской ходьбы. Три раза в неделю занимаемся. По два с половиной занимались. Сейчас на это, на самоизоляции, не занимаюсь. Вот разрешили, мы собрались с мелкой группой и вышли. Очень нравится для здоровья, очень полезно. Самочувствие улучшается. Ходили такие, сейчас ходим такие. И реновация пунктов проката – лишь часть планов по развитию острова. В этом году там продолжат обустройство водоемов, расширение дорог и тропинок. Запланировали ремонт части спортивных площадок. В какой-то веке я на Таташа вижу какой-то позитив. Прямо совсем позитив на самом деле. Я очень надеюсь, что я не ошибаюсь. И очень надеюсь, что... И очень похоже на то, что на это городское пространство пришел какой-то определенный порядок. И уже понятно, что, собственно говоря, пространством занимается город и достаточно неплохая команда. А сейчас на остров Татышев можно прийти со своим спортинвентарем. Прокат возобновят после снятия ограничений. В администрации парка обещают. Количество велосипедов, роликов и прочего оборудования в этом сезоне сохранят на прежнем уровне. Виктор Бородин, Павел Иванецкий, 7 канал.